Самое независимое, загадочное, мистическое. Кошки заслуженно любят быть на первом месте, но обожают напустить таинственности вокруг себя. Мы же решили приоткрыть завесу тайны и рассказать вам подробно о 20 самых ярких и интересных породах кошек. Если вы человек, который не любит идти на компромиссы, смотрите нашу передачу, и вы сможете найти ту кошку, которая подходит именно вам. В сегодняшнем выпуске «Самая сильная кошка». Ну, я могу сказать, что норвежская лесная порода сформировалась не так давно, может быть, лет 30 назад, может быть, чуть больше. И, естественно, эта порода выросла и сформировалась из популяции домашних кошек, из популяции кошек, которые жили в деревнях. И когда формировали эту породу, то старались сделать так, чтобы она не была похожа на мейн-куни. Если мы говорим о мейн-куни, то мы говорим о рельефной голове, если мы говорим о норвежской лесной, мы говорим о треугольнике. Равнобедренный треугольник со стороны щечек и скул. И это обязательно прямой профиль с остановкой, с четким переходом к лобной части. Я могу сказать, что я видела их много, мне повезло, я два раза судила в Швеции. И я с удовольствием посмотрела популяцию их норвежских лесных кошек. Мне очень они понравились. Крупное мускулистое животное с двойной густой шерстью и кисточками на ушах. По виду очень напоминающая рысь. Так выглядит типичная норвежская лесная. Эти кошки могут весить до 7,5 килограмм и обладают поистине нордической силой и выносливостью. Подробнее о происхождении норвежской лесной кошки расскажет нам Анастасия Штраус. Существует очень много легенд о том, как появилась порода норвежская лесная кошка. Но все они сходятся к одному, что эти кошки были из Великобритании заведены на кораблях егенгов «Коснадинавский полуостров», где они жили в лесах, приспосабливались к местному климату, ловили мышей и постепенно перебирались ближе и ближе к жилью местных крестьян. А позже они были одомашнены, они помогали защищать провизию от крыс и мышей и все больше и больше общались с человеком. Официально порода была признана в 1977 году, когда был описан стандарт этой породы. Было определено, что действительно есть три поколения норвегов. И с тех пор владельцы норвегов могли уже выставлять официально эту породу на выставках и получать титул. Норвежская кошка – самая тяжелая порода кошек в мире. Это крупные кошки, связанные это не с тем, что они взяты из дикой природы, а с тем, что это скандинавские кошки. В Скандинавии холодно, и животные с большей массой тела легче просто сохраняют тепло, и поэтому чувствуют себя комфортнее. И помимо этого, конечно, речь идет именно о двойной шерсти, потому что условия северных стран подразумевают, что должен быть хороший, плотный подшерсток, чтобы кошки могли выжить в условиях этой холодного климата. Вы можете смотреть на котенка, которому три месяца. Вот так выглядит малыш норвега. Соответственно, окрасы у норвегов разрешены абсолютно все, кроме сиамских. И, в первую очередь, конечно, породообразующим является не окрас, а именно структура шерсти, о которой я рассказывала. Которая двуслойная, со сетевым волосом, который защищает от влажности, и с теплым густым подшерстком, который защищает от холода зимой. У норвегов длинный корпус на высоко поставленных ногах, и задние лапы чуть длиннее передних, что дает им особенность того, что это единственная пара домашних кошек, которые могут спускаться по спирали, как белка головой вниз с деревьев. Физическая сила норвежской лесной кошки выражается также и в ее крепком здоровье. Хотя даже у самого сильного организма есть свои уязвимые места, о которых хозяину необходимо помнить. Благодаря тому, что предки норвегов жили в холодных скандинавских лесах, с суровым климатом, у них выработался очень крепкий иммунитет, и этот же иммунитет наследовали и те кошки, которые сейчас живут в домашних условиях. Порода относится к долгожителям, и, собственно, если вы правильно кормите и ухажете за своим питомцем, то никакими заболеваниями они не будут страдать. Поскольку норвежская кошка – это одна из самых тяжелых пород кошек, то основное, за чем должны следить владельцы, это контролировать избыточный вес. Это массивные, крепкие, сильные животные, но легко потерять контроль и их перекормить. Поэтому их необходимо ограничивать в приеме пищи и следить за избыточным весом. Кормить этих кошек надо или кормами для кошек, ведущих не очень активный образ жизни для кошек, которые живут в квартирах, или кормами, облегченными, со сниженной калорийностью. Особого ухода за шерстью кошки не требуют. В период линьки, конечно, лучше более часто вычесывать, для того, чтобы, опять же, защитить квартиру от шерсти. И, во-вторых, помочь вашему любимцу скорее сбросить теплую шубу. Но эта процедура им комфортна, и даже если это делать с раннего возраста, она им приятна. Обязательно поддерживать подшерсток, чтобы это можно сделать с витаминами. И обязательно кошку мыть перед выставкой, чтобы кошка выглядела прилично, действительно, как царственная кошка. Благодаря вот этому крепкому иммунитету кошка не боится сквозняков. Это очень удобно именно для домашнего содержания, потому что и зимой, и летом вы можете открывать окна для проветривания. Также, если у вас есть свой дом, то коту будет очень радостно и приятно, если вы будете выпускать его на улицу, побегать по снежку. Ну, я могу сказать, что мой кот очень любил гулять, даже при минус 19 градусов, там часик походить по снежку, полость по деревне, ему было очень приятно. Учитывая, что это кошки, все-таки из популяции деревенских кошек, природных, природной популяции, то понятное дело, что они, мамочки, хорошие должны быть, потому что кошка в дикой среде должна была сохранить свое потомство, иначе как бы она дальше жила. Это тот факт, который у кошек, тот аспект, который у кошек сохраняется, даже если они растут в домашних условиях. Вообще, в плане всего процесса, скажем так, появления котят, это очень самостоятельная порода, то есть им не нужно помогать ни в процессе родов, ни в процессе воспитания котят. И вот здесь, ну, наверное, мне повезло, потому что действительно от меня требуются какие-то минимальные действия, которые направлены на то, чтобы все-таки котята, они были приучены к человеку, им было комфортно. То есть я тоже с первого дня с котятами общаюсь, чтобы они были в будущем любящими, милыми домашними питомцами. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Иллюстрации к этим строкам, выполненные разными художниками, почти всегда изображают кота, удивительно похожего на норвежскую лесную. Правда ли, что эта кошка так умна? Я все время занималась только норвегами, поэтому я не могу провести строительные характеристики с другими породами кошек. Но вот рассказывая именно о норвегах, я могу сказать, что я отмечаю их исключительный ум, что когда с ними разговариваешь, общаешься, то ощущение, что они понимают абсолютно все. Собственно, если им сказать нельзя лазить на стол, они не будут на стол лазить. И для этого не требуется там неделями их к этому приучать. Это достаточно умные, хорошо адаптирующиеся в окружающей среде кошки, которые хорошо себя будут чувствовать и в квартире, и если вы их вывезете на дачу, они с большим интересом будут изучать окружающую обстановку. Если мне нужно куда-то там на два дня уехать, я могу сказать о том, что я уезжаю на два дня, не переживать, а скоро вернусь. И когда я смотрю в эти глаза, у меня ощущение, что они действительно понимают, как бы спокойно это все воспринимают. А те, кто у нас приобретали котят, тоже вот единогласно все говорят, что ощущение, что это вот маленький человечек, который абсолютно все понимает, ну вот только не может говорить. Надо отметить, что при всей своей физической силе норвежская лесная кошка напрочь лишена агрессии. Ее типичное скандинавское спокойствие и исключительная любовь к человеку исчерпывает любой конфликт и делает норвежскую лесную идеальным домашним питомцем. Я отмечаю, что норвеги очень коммуникабельны и общительны. То есть они легко завязывают общение даже вот с гостями. То есть если домой приходят гости, там 15-20 минут, кошке нужно время адаптироваться, и дальше он уже залезет на колени и будет общаться, если вы ему понравились. А с своими хозяевами они невероятно коммуникабельны, чтобы помнить, что они выбирают себе одного любимца, скажем так, в семье, и ради него они готовы на все. С другими членами семьи они общаются не менее тепло, но в то же время небольшая разница заметна в том, что у них есть один любимый. У норвежских лесных кошек спокойный, уверенный в себе характер. Это животное, которое будет чувствовать себя наравне с вами, одним из хозяев этой квартиры или в доме, в котором она живет. Это очень терпеливая порода, то есть они не мстительные, они, если что-то вдруг не понравится, спокойно уйдут, как-то переживают, потом вернутся обратно. И, наверное, по этой причине они очень уживчивы и с другими домашними животными, и с маленькими детьми. Здесь скорее нужно подумать о том, как эти домашние уже существующие питомцы примут нового члена семьи, а вот норвегов вообще проблем не будут. Итак, подведем итоги. Норвежская лесная кошка – это скандинавская порода, которая сформировалась совсем недавно и стала активно распространяться с 1977 года. Отличительными чертами норвежской лесной являются крупный размер и плотная двойная шерсть, которая адаптирует животное к холодному климату. У норвежцев сильный иммунитет, однако эти кошки могут быть склонны к ожирению, поэтому хозяевам стоит внимательно следить за их рационом. Если вы выберете норвежскую лесную кошку, то в вашем доме появится харизматичный домашний питомец, который будет удивлять вас своим высоким интеллектом и общительным характером. Продолжение следует...